Часть первая. Сюжет. Сюжет Обливион берет свое начало в столице империи Керодииля. Императору Урелью Септиму приснился пророческий сон, в котором он увидел близость своей смерти. Монарх решил сбежать из замка, а секретный путь наружу лежал именно через вашу камеру. Император узнает ваше лицо и говорит, что видел его в своих видениях. Уже начинающий понимает свое предназначение игрок, следуя за императором в подземелье. В подземелье император погибает. Перед смертью он отдает игроку амулет королей и дает указание, чтобы мы нашли его последнего наследника и передали ему законную власть. Дземелье представляет собой обучение и генерацию персонажа, которая займет вас около получаса. Выбравшись на свежий воздух, игрок получает полную свободу действий. Далее вам предстоит разгадать множество интересных загадок и раскрыть не одну тайну. В прошлой части Сейлтерс Кролл сюжет был менее удающийся, да и побочные квесты были не столь захватывающи. Например, в Морвинде, в гильдии бойцов, можно было взять задание на истребление крыс в доме у Эльфихи с фамилией Телос. Выполнение сводилось к простому истреблению крыс в подвале. Аналогично в гильдии бойцов Смириэля можно взять задание. У некой Телос проблемы с крысами. Наша первая реакция — это родственница той Эльфихи опять придет защищать подвал. Таково же было наше удивление, когда оказалось, что крыс надо не убивать, а защищать. Опять же, проработка задания его длительность несравнимо похорошели со времен третьего ТЭС. Часть вторая. Искусственный интеллект. В Облииум представлены революционные системы искусственного интеллекта, под названием Radiantai. Персонажи живут в игре собственной жизнью, независимо от действий игрока. Каждое утро они идут на работу или открывают свой собственный магазин, если работают в нем. НПС общаются между собой, обсуждают новости или договариваются о чем-то. Воины устраивают между собой дружественные поединки. Преступники нападают на беззащитных жителей. И даже лошади иногда могут отойти погулять по собственному желанию. Часть третья. Обливион. После смерти императора, силы смело начинают открывать врата в нашу реальность по всей территории Томириэля. Когда вы приближаетесь к ним, небо темнеет, чувствуется огненное дыхание ада. По ту сторону портала вас ждет территория Обливиона. Опасное и неприятное место, населенное адскими созданиями. Здесь ни на секунду нельзя расслабляться, зато можно найти множество уникальных вещей, которые неплохо окупятся в нашей реальности. Часть четвертая. В ожидании патчей. Есть в обливион и некоторые моменты, которые наверняка будут исправлены в первых же патчах. К примеру, если вы возьмете чужую вещь рукой, то все сразу примут вас за воры и начнут звать охрану. А если просто залить на стол и пнуть эту же вещь ногой, то никто вам и слова не скажет. А-а-а. Что это новое из других частей Тенни? Еще наблюдаются некоторые проблемы с 3D, как неправильно падающие тени. И странное поведение физической модели персонажей. Часть пятая. 3D видео. В игре имеется возможность тонкой настройки графики, качество текстур, дальность обзора, детализация воды. Все это позволяет игроку настроить свою систему на наилучшее отношение между красотой картинки и производительностью системы. В зависимости от выбранных настройок, игра может выглядеть так, но при этом выдавать 5-10 кадров в секунду. Или же так, и работать быстрее ветра. Очередную игру из серии The Elder Scrolls Oblivion можно по праву назвать новой веткой в жанре RPG. Она удачно считает в себе как стелс-элементы, так и экшн-составляющую. Игра выводит на новые уровни взаимодействия игрока не только с окружением, можно поднимать и передвигать любой предмет, но и с NPC, которые думают, спят, едят, воруют, живут. А отличная графика и сюжет не дадут вам заскучать. Наша оценка в игре – корона.